Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Комментарии Игнатия Тихоновича Лапкина на толкование блаженного Феофилакта. Толкование на Евангелие от Луки 9.46.50. Поскольку же он не препятствует вам в деле проповеди, не действует заодно с дьяволом, значит он за вас. Комментарий Игнатия Лапкина. Нет никого зловреднее и опаснее, как тех, кто противится проповеди. Это истинные, неприкрытые враги Христовы, волки в овечьей шкуре и ризе. Однажды, когда проповедующему Саулу противился сильный волк, апостол Павел поразил его немедленно слепотою, чтобы он не высматривал себе жертвы своей антиевангельской проповедью. Здесь апостол как будто перешагнул невидимый рубеж в грозности обличения и поражает противника проповеди неслыханными доселе эпитетами. И в этом он подражает Христу. Деяние 13.8.11. А Элима волк, ибо то значит имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Но Саул, он же и Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на Него взор, сказал, «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне вот рука Господня на тебя, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И вдруг напал на Него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Священное Писание здесь впервые называет Вселенского Учителя Павлом. Поражение сильного противника проповеди дает ему новое имя, с которым он и вошел в историю. И какой бы высокий цан не занимал человек в церкви, пусть это будет даже Папа Римский или Патриарх Вселенский, но если они противятся словам Христа, мотивируя это самым возвышенным образом, то имя этим людям Сатана. Евангелие от Матфея 16.23 «Он же, обратившись, сказал Петру, «Отойди от меня, Сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Препятствие в деле проповеди как половодие затопило православную церковь. В иные храмы можно ходить годами и не услышать ни одной проповеди. Что это? Во что превратили веру и церковь Христову? Обмерщение церкви идет и снизу, и сверху, и грехами народа, и противлением проповеди священнослужителей. И изменить ситуацию может только какое-то непонятное чудо, или Бог отдаст этот виноградник другим приносящим плод. Толкование на Луки 10.29.37 «Возлил масло и вино». Масло – есть слово учения, предуготовляющее к добродетели обещанием благ. А вино – слово учения, приводящее к добродетели страхом. Им Господь дал два динария, то есть два завета – Ветхий и Новый. Комментарий Игнатия Лапкина «Что могут сказать на суде Божьем православные пастыри, скрывшие и два динария, и ничего не потратившие сверх их?» Жизнь такого гостинника – сплошное самоосуждение и гибель для тех, над кем он властвует. Так как отменили закон Божий, то есть Библию, то это место не осталось пустым. Стали вводить лже-духовность, потребовались видимые атрибуты поклонения, и все замироточило. Это поражает воображение язычников, приходящих в храм. Они чувствуют себя, как и послы князя Владимира, как на небе. Разум спит, Слово Божие отсутствует, и истолкование Библии никто не ищет. К этому нет никакой жажды у народа. Если это толкование блаженного феофилакта – читать слух священников, не называя автора, то они мгновенно выдадут. Это говорит Баптист. Это они носятся со своей Библией. Придумали крещение с полным погружением, как праздник языческого бога Нептуна справляют. Беседовать на тему разумения священного писания с православными вообще не приходится. У них намертво атрофировано духовное чувство близости к Богу через слышание Слова Божия. И, похоже, выхода из этой ситуации не предвидится, если не будет установлен авторитет Библии. Бог не изменен, как святой и истинный. Если за отступление от Своего Слова Он разметывал Израиль, как засохший ком грязи по всему миру, превращая его в пыль, точно так же будет и с нынешними презрителями Слова Божия, то есть Библии. Евреям 13.8 Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. За отступление от истинного поклонения Богу Бог уничтожает поколение за поколением, оставляя себе только единицы верных. Сирахова 16.3 Лучше один праведник, нежели тысяча грешников. Может случиться так, что и вся земля русская будет исповедовать иную веру, так как Бог перестал защищать землю, которая отвергает Его Слово. Исчезает нация, сделавшаяся Богопротивной и не признающая Слово Творца Своего. И во всем этом виноваты пастыри, скрывшие Слово Божие. Лука 13.3 «Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете». Толкование на Луки 11.14.20 «Ибо слова Божии должно не только слушать, но и другим пересказывать». Комментарий Игнатия Лапкина «Ищущая Бога душа, которую коснется Дух Божий, при всем желании не сможет умолчать о радости, которой посетил ее Господь». Это и есть истинное возрождение, соединение с Богом, как у Факины Самарянки у колодца Иакова. «Она тут же возвестила всему городу, кого она нашла, глашатая истины, как на крыльях облетали Вселенную. И где бы они не появлялись, всюду высевали евангельское семя проповеди». Деяние 17.11 «Здешние были благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так». Деяние 8.4 «Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово». В годину искушения, гонения верующие заботились только об одном и просили в своих молитвах, чтобы распространять Слово Божие как можно шире. Первоапостольская Церковь своими словами в молитвах кратких и точных стучала во врата Небесной Отчизны. Это было так угодно Богу, что Создатель мгновенно отвечал им. В Русской Церкви за тысячу лет, может быть, ни разу так не молились в Церкви и не получали такого ответа, потому что пошли совершенно иным путем. Как говорили иностранцы, Россия выглядела как большой монастырь. Деяние 4.29.31 «И ныне, Господи, возри на угрозы их и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое». И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, «И исполнились Духа Святого и говорили Слово Божие с дерзновением». Толкование на Евангелие от Луки 12.4.7 «Под пятью воробьями некоторые разумеют пять чувств, которые, будучи искупаемы двумя ассариями, то есть ценой Ветхого и Нового Заветов, не забыты у Бога». Толкование на Евангелие от Луки 49.50 «Ибо Слово есть огонь, поедающий всякое вещественное и нечистое помышление и истребляющий идолов из какого бы ни были они вещества. Разумеется, и ревность по добру, возгорающаяся в каждом из нас. А может быть и ревность, порождаемая Словом Божиим. «Не разница от первой». Господь пришел низвести огонь не только на землю, на которой распространилось его учение и вера, но и на душу каждого, которая сама по себе есть терновная и бесплодная земля. «Да, но Словом Божиим возжигается как бы огнем и становится способной к принятию божественных семян и духовно-плодоносной. А многие и часто испытывают оное при чтении божественного писания или житий святых отцов, то при убеждении и поучении от кого-нибудь, воспламеняясь душами к деланию добра. И одни пылают до конца, а другие тотчас же охладевают». Комментарий Игнатия Латкина. Тернии греха удобнее всего пожигать, сразу обнаруживая отступление от Слова Божия. Чтение Священного Писания без всякой исповеди, без духовников и старцев, мгновенно может человека поставить на колени. Но когда скрыли Слово Божие, сердце превратилось в поле, заросшее терновником. И это хорошо знают все священники, что они непрерывно слышат исповедание одних и тех же грехов. И паства их почти совсем не отличается от мира. За каждым пустяшным случаем в жизни прихожане обращаются к священнику и держатся за него, как за стенку. И батюшкам это нравится. Этим создается их ложный, дутый авторитет. Чего проще взять светильник Слова Божия и во свете Библии умолять Духа Утешителя, чтобы Он высветил у каждого конкретно все грехи и помог возненавидеть их. Но священники пошли другим путем, абсолютно не евангельским. Заняли место Христа, сели на Моисеевом седалище, для людей стали как языческие оракулы и постоянно повторяют одно и то же. Чаще исповедуйтесь и причащайтесь, непрерывно исповедуйтесь, имейте своего духовника, и задача священников состоит как раз в том, чтобы народу указать на Христа. И Господь Сам просветит разум людей, и Духом Святым пожжет терновник греха. 3 Ездры 16.78 Горе тем, которые связаны грехами своими и покрыты беззакониями своими. Это поле, которое заросло кустарником, и через которое путь покрыт терном, так что человек прохалить не может, но оставляется и обрекается огню на истребление. Евреям 6.8 А производящая терния и волцы негодна и близка к проклятию, которого конец сожжения. Конец одиннадцатой части Конец одиннадцатой части